то хрен с ним спасибо за это спасибо просто низкий вам поклон спасибо за то что вы это придумали как надо что надо сделать чтобы они поверили в том что я рад тому что они сделали всем братский бородатый салам вы на канале asato channel и с вами как вы думаете кто ну в принципе да я марат бородак олив и у вас опять новый обзор во первых хочется спросить ничего понравился вам детальный обзор лады niva travel у меня сейчас настолько много эмоций да что вот переполнять я даже не знаю с чего начать прям рвет мою душу вот это все и опять сильно негодую буря эмоций думать чего же начать братцы они же видят вы же все прекрасно видите мои обзоры вы все прекрасно смотрите их на автовазе я имею ввиду склонник тому что когда человеку делаешь замечание неоднократно это плохо вот это хорошо здесь вот так лучше человек куда делаешь замечание он должен это анализировать я понимаю что вы меня ну не в не ставите точно так же как и в принципе я вас не в не ставлю посмотреть просто столько обзоров и получить столько замечаний и опять же ничего не предпринять меня просто это удивляет и опять выходят люди и говорят что все сбылось мы пробили очередное дно выпустили сука новую машину опять вот это слово который меня мучить простой обычной мирской жизни когда слышу слово новый что-то щелкает у меня в глазах опять что-то новое это автоваза также хочу напомнить что завтра 31 числа ста квалификация чемпионата мира 2145 англия сразится против польши на которые мои партнеры уан x дают высокие коэффициенты также пополнение без комиссии простая регистрация в один клик переходи по ссылке в закрепленном комментарии или воспользуйся вот этим вот qr-код ну и используй мой промокод ассата чтобы получить до 100 условных единиц на первый депозит поэтому сегодня опять для вас специально не хочется поблагодарить лису спасибо тебе большое за то что ты предоставила нам автомобиль запомните новый лада ларгус в самой жирной комплектации лада ларгус кросс вот у меня один вопрос пик эволюции вот машина автомобилестроение у лады это чё кросс то есть нету ничего лучше нет ничего мощнее нет ничего интереснее нет ничего богаче по комплектации как кросс то есть а спорт ну я весь и будет лада ларгус спорт это чё там будет ваши снаряд стоять экспресс доставка комплектация такая пони то есть ну ты понимаешь код тут у них в седанах есть вот это край это спорт веста спорт гранта спорт ну еще есть между drive актив там воде активно да там раз и все это кросс даже у них на дисках написано что это кросс здесь все говорит вам о том что это не абы какой-то ларгус это кросс и так что нового на самом деле появилась в автомобиле скажу честно если я сейчас не скажу это многие люди скажут но ты чё то просто вот хайпуешь если взять первое поколение ларгус кросс все мы прекрасно вообще что такое ларгус откуда он появился что это такое то рено логан дача там mcv дача это старая тачка который в которую в европе уже давным давно забыли я как-то говорил это на обзоре на первое поколение для как это глупо звучит первое поколение ларгус кто не видел пожалуйста оставим ссылочки переходите смотрите я об этом говорил вообще что из себя представляет ларгус откуда он появился его перейдите посмотреть вот тут они снизошли и подумали что надо обновлять модель и сделали опять сука новый я бы знаете как его назвал сборная бля мира по автомобилестроению потому что вот эту машину собрали вот на самом деле из того что было опять же что нового бляди в этой машине объясните мне пожалуйста покажи нам котяра первый ларгус там машина реально хуже чем едино кто вообще ее рисовал я бы ему ну я честно руки в жопу бы засунул его желательно если опять же в сравнении добрать сравнивать тачку то да она стала красивей базару нет спасибо вам большое за то что вы сделали старую машину немножко красивее даже ты же на ней отъезжал помнишь и к тебе подъехали или подошли там ада там так таксисты да ну типа это новый ларгус там и ты далее то есть она ну на самом деле по что это такое у меня передернуло меня у меня аллергия на ладу скоро вот ну меня в натуре осу простим буду пить сравнение с первыми это красивый автомобиль не об вот так назвал красивый но что нового во внешности этого автомобиля что вы нам дали нового в этой тачке опять позовем якубовича чтобы он крутанул кардан что мы получаем в новом аргусе опять же старые фары от чего догадайтесь трех раз правильно рено стэпфей вот это сандеро это это фары от рено сандеро бля в новой ладе старые фары от французской тачки и мы старые фары выдаем за новое вы блять когда нибудь начнете что-нибудь сами придумывать чтобы вы сели подумали нарисовали я вам даже привезу маркер альбом что ли закончился у вас бампер ничего не напоминает бампер все модели автовазом дома вот ну реально по моему работают вот бывшие учителя по математике и алгебре вот им делать нехуй а вот следующее поколение лады выйдет y вот серьезно у нее ебало будет вот такое пойдем дальше пойдем зеркала чьи зеркала вестовские у них понимание новое это значит что такое нахуй надо выпускать новый автомобиль если есть старые автомобили с которых можно также собрать улак собрать и навешать на новый кузов каждый автомобиль который они выпускают это старый автомобиль неужели за столько лет нельзя сделать новую тачку пусть на той же платформе ну собрать ей новую дать какую-то новый вне новую внешность нихуя зачем и же бля рено его чего не надо французам то надо нам потому что мы схаваем опять выйдут умники с умным ебалом натертым они нарисовываются так что хуй сотрешь вот он нарисовался бы все то сказал новое все она новая и запиздил маркетинг сейчас мы по рекламу поговорим тоже все пестрит instagram рвется youtube рвется новый и блядь хоть бы один блогер вышел и сказал да чё в нем нового вот вот смотри вот ну вот я его рот я ебал посмотри тут это за крюк я уже не говорю ни за какие амортизаторы просто поднесите камеру кто-нибудь сюда ребят ну сделайте что-нибудь здесь мягкое я не знаю там ну что-нибудь сделайте бля чтобы она здесь ну нью-йорс джели вот об этом тоже вам надо говорить хорошо оттолкнем зачем мы здесь видим все помнят старые ларгусы когда они только появились у них стояли легендарнейшие движки рено которые на самом деле не убиваем и не убиваем и я это скажу вот на примере своего дяди который взял длину логан первого поколения на нем встречи со стеклапан и движок реношный он ездить на нём и вообще горя не знает что они сделали они уебали на самом деле надежные двигатели сколько эти двигатели их не вывезли в московских пробках такси доставках наши имбецилы чё сделали сняли оттуда эти моторы и поставили свой святой шестнари сейчас они придумали новый мотор ты знаешь раньше был 8 клоп 87 лошадиных сил сейчас у них 8 клоп 90 лошадей он новый тоже он тоже новый но то что у него история ебут твою мать какая да они это не говорят они три силы ему добавили он стал новым все новый блять вот это конская резинка 1 это последний чистый вот ну контекс да и прикол то что она не помогает здесь даже резинка отказывается выполнять свое предназначение она не помогает просто посмотри на этот двигатель у него нету даже элементарно защиты пыльников никаких нету пыльников о чем еще говорить белья когда гранту не фл покупал с тобой же мы покупали они же как наш ее подарили помнишь она так продается если она в продаже ты то есть она у дилера продается но нами и с барского плеча подарили ну вот она стоит полторы тысячи рублей может это дилерская тема может быть дилерская тема да кстати о дилерах мы тоже поговорим чуть-чуть по пожар неужели нету контроля над дилерами это целый завод эта машина там работает хуево-ку-куево людей люди работают по маркетингу по продажам там да да была такая тема мы вырезали правда так получилось на втором к на а мы перенесем все это на второй канал да да дополнение к не ведь то что не дни не вошло в обзор детальный обзор для не вытревал и шевика бирта он блядь ибо я как и тысяч француз это не французские слова биртом все что не вошло в серию будет на втором канале переходите смотрите очень смонтируем вы увидите там что происходит сейчас между мной и автовазом какие у нас баталии масло двигатели не только для того чтобы уменьшить трение деталей но она еще хорошо участвует в очистке двигателя она удерживая частички сажи и механические примеси не давая им возможности оседать и собираться в пробке но любое масло теряет свои свойства и если вы профукали момент замены масла то весь вот этот шлам остается на деталях и образует нагар который впоследствии вы не сможете даже если поменяете масло но чтобы этого не происходило нужно промывать двигатель для этого просто выберите подходящую промывку лавр у них из 5 7 10 минутки для разных моторов ну а более подробную информацию о промывке двигателя от компании лавр вы можете узнать по ссылке которые оставлю в описании под этим роликом реальная тема работает на самом деле мордачка конечно она смотрится симпатично и ничего об этом не скажешь если посмотреть по зазорам то это можно понять как ее опять собирают зазор когда ты просто его пальцем вот смотри вот снизу он какой-то зазору снизу и какой он уебывает наверх я как-то обращаю внимание на старом аргусе вот на эту вот беду на вот эту конченую щенягу что надо на мощностях завода чтобы вот ее переместить сюда чё надо просто вытащить заварить и здесь просверлить да но это самый легкий способ самый тупой и самый легкий брат ну неужели нет человека который посмотрит на это не со стороны блять дизайнера а со стороны человека просто который пользует эту тачку сюда и и перемести я уже не говорю в ручку вставь ее я уже не говорю о бесключевом доступе ты что они никогда об этом не слышали для них бля камера сзади сомывайки это пик выше некуда мне недавно прислали как в автосалоне вести кросс сделали эту открывание багажника знаешь что они подняли как будто это они придумали то что я вам сейчас скажу вот поймите пожалуйста мы настолько вот в нашей стране граждане нашей страны до привыкли хуевым машинам что сейчас элементарные вещи они выдаются за что-то инновационное подогрев лобового стекла датчик света датчик дождя элементарно вот это открывание багажника вы просто поймите что давно все к этому пришли уже это забыли а мы только это поставили и во всех рекламных роликах мы гордимся этим гордо приходим в салон и как бабуины радуемся тому что там абля багажник с ноги открывается мой зят когда увидел эту машину надо было снять узнать да ну нахуй да они чё подогрев ебанули назад да ну нахуй и прикинь оу кентов позвал приколитесь они сзади подогрев мы радуемся подогреву заднего ряда сидений полтора метра провода добавили просто и у человека это вызвало такую кучу эмоций я ему просто дебил сейчас мы остановим любую иномарку 90-х годов и там будет та же самая хуйня чему ты дурень радуешься сколько лет мы будем выпускать эти ебаные барабанные тормоза до тех пор пока ларгус не станет спортом только же версии спорт мы умеем ставить задние дисковые тормоза только спортсмены должны ездить на дисковых тормозах но сейчас мы еще раз поаблодируем они поставили нам здесь подкрыльники для вот эти в этот мягкие подкрыльники да у нас это выдается за что-то праздничное мы скоро побухивать начнем от того когда они будут ставить сюда бесключевой доступ все вся россия нахуярилась вас придумал придумал они так и будут мы придумали понимаете мы придумали не мы поставили а мы придумали но все поставят бесключевой доступ это где-то будет 2074 год не раньше пацаны так что если кто-то не наживет может нахуяриться уже сейчас эти же машины пользуют везде по стране то есть и в холодных регионах и в жарких регионах от меня просто вопрос вот эту часть вот этого красивейшего стекла не вариант было блять тоже поставить обогрев я не говорю за то что уже неудобно смотреть вот в это вот в это разделение стекла я уже никогда ничего не говорю затворник потому что вы вытирает только эту сторону если ты поворачиваешь в эту сторону то здесь если быть там во льду там или еще что-то благо здесь есть камера заднего вида а в бедных комплектациях ее нету это мелочь но это неудобная хуйня открываем дверь вот опять же задаюсь вопросом вот это шняга не буду к этому возвращаться что просто вот опять вопрос что вот это за бля хуйня хорошо на током не пиздит реально такое ощущение как будто здесь подстанция ну как вот опять резинку возьми да облагородие облагородь пусти ее вот здесь как они умудряются эти машины в европе продавать я не понимаю сейчас все пестрит тем что новая lada niva travel уехала в европу за нихуевые деньги плюс ко всему ну неужели вот сюда нельзя по канту бля вот видишь она здесь на клею ну неужели нельзя по канту вот сюда бля как-то это пустить облагородить чтоб это видно не было я понимаю если это было бы в минималке опять же ну здесь топовая комплектация настолько ублютанская тачка сейчас не выпало стекло на звуки хочу записать но в автомобиль это просто лучше пока поездил на этой машине я очень на многие вещи внимание обратил даже просто стоя в разговоре ты смотришь на нее оцениваешь ее вид и охуеваешь с того как вообще собрана это тачка вот если взять вот эту плоскость вот и и да что верхнюю часть что вот здесь я не знаю передаст ли камера ну конкретно в углах в угла вот здесь где вот углы да там где стекло заканчивается просто я не знаю если получится какие-то овмятины тачка идет вот так волной она играет я не знаю передаст это камера или не передаст но я надеюсь передаст эта же тачка позиции позиционируется как семейный автомобиль я буквально недавно увидел для рекламу надо же быть таким больным на голову человеком живя в огромной стране огромной стране многоконфессиональной стране начнем с этого да где очень много вероисповеданий где люди покупают этот автомобиль когда слышишь семейный автомобиль то есть изначально ларгус трехрядный семиместный он это семейный автомобиль то мама папа дети бабушка дедушка там теперь семейный автомобиль приобрел задний ряд для поцелуев вы чё ебать в кино что ли пошли а для поцелуев блять и тут реклама едет ларгус покоряет дороги все вот он едет забиты битком людьми спереди сидит как в россии положено батя уебан такой батя рядом сидит маманя тоже не не великого ума такая ну если решила сниматься в этой рекламе сзади сидят два малых которые в принципе похуй не они нихуя не понимают их просто туда посадили куда-то везут сзади сидят два подростка и я не понимаю в этот момент это брат и сестра или блять или кто или любовники пытаются залапзаться он к ней потянется она тоже тут раз и батя посмотрит это что за батя блять они дождались пока заезжаем в тоннель заехали и вот я не знаю насколько длинный был тоннель ну походу они еще там успели зачать тут они выезжают все видно в экране что они соснулись сорнулись там а все дела и отворачиваются друг от друга опять этот еблан батя смотрит понял что они все-таки исполнили свое желание и улыбается вы чё рекламируете имбецил и проезжает в этот момент ларгус и видно как олень охуел с момента у них уилл а когда ларгус увидел с этими дебилоидами в салоне он открыл глаза что наши поехали обращаюсь к тому парню который там сын или дочь если вариант я напрямую вас прошу вот у тех кто придумывает такую рекламу если там вариант в тоннели чпокнуться а с собой нету презерватива вот эти резинки использовать вариант вы показываете семейный автомобиль и в то же время вы сами сами себя в топите в таком болоте я просто прочитал комментарии а минут 30 успокоиться от смеха не мог ну там такое пишут что про вы чё инцест рекламируете или что то есть меня бля готовы распять за то что я матерюсь да а на центральном телевидении сука можно показать и и все кто смотрел окон никто не понял к чему вообще реклама поняли только одно знаете чё что олень охуел если помог сделать вот так я его бы сделал ну просто копыта бы у него один глаз только закрыли все тотально писали они пропагандируют инцест места для поцелуев они придумали открываем двери первое что хочется спросить коль вы ребята заявляете что это абсолютно новый автомобиль какого хуя блять здесь остаются старые блять обшивки все сказали даже даже барак обама по моему комментарии писал что просто надо сделать для того чтобы вы сюда поставили нормальную человеческую ручку кого надо устроить на работу чтобы он вам это подсказал даже ублюдство это ублюдство и хуже некуда мне похуй вот на то что вы идиоты здесь покрыли рояльным лаком и вот сюда нанесли кусок для клитора три первой козы она мягкая да но это братуха только бля в кроссе и чё думал они тебе везде это будут ставить что на час для ибать как был нищим так и помрешь нахуй нищий вот так пока я тебе плачу нормально я уже на это не обращаю внимание но это настолько дешево что хрен с ним спасибо за это спасибо просто низкий вам блять поклон блять спасибо за то что вы это придумали как надо ебануть блять что надо сделать чтобы они поверили в том что я рад тому что они уебки блять сделали хуйню наконец-то они додумались перенести если кто помнит старом ларгусе кнопки стеклоподъемников стояли вот здесь на шахте вот этой сзади сюда они сейчас поставили обогрев которому так радовался мой взять да и поставили ну вот юсб заряд они перенесли сюда уже кнопки спасибо вам бля и за это додумались спасибо молодцы удобно шутки шутками но это за это браво реально кто-то подошел к небе сказал ну хватит уже издеваться над народом то все вот мы переходим назад блять я хочу побыть на месте того типа который сосался с тёлкой уже с этой стороны было с марселем ну французский поцелуй поверил тоже сейчас сосаться с ним буду но по сути ничего то не изменилось в старом сравнении со старым аргусом здесь подлокоть по подлокотник подголовник да он должен служить как подголовник у осетин то горит я нам я хилл до название на нем то есть подголовник вот голова не не нижняя блять верхняя голова которую человек не только есть должен еще и думать иду вот сейчас если его я подниму то навряд ли я муля марсель может поднять него сзади подголовник иди сюда моя сучка это самое верхнее положение да вот блин там подняла мне нет ягу мне подними он там поднял ну для не более или менее нормально в опущенном состоянии он не упирается в шею закрой двери ебать ничего продует нахуй это здесь еще одну более или менее да то есть если опрокинуться даты ты упрешься головой в подголовник если ты сядешь то ты упрешься головой в крышу для прошлый раз когда я снимал обзор на старый ларгус я больше всего во всей машине во все абсолютно охуел вот этого я тебе сейчас объясню для чего она дай мне секунду времени брата то есть опять же где мысли людей которые работают над эргономикой этого автомобиля где голова еще раз повторяюсь не нижняя верхняя думаете вы скорее нижней как это все это все братец вот но ты должен застегиваешь туда ну чё ты смотришь здесь с этой стороны чтобы застегнуться есть вот вот он для этого есть вот этот служба подождите вы блять центральный я понимаю блять еще центральный для этой шлюхи которая здесь чтобы она никуда не делась которая сосется тоже есть она вот здесь крепится все вот это для центрального вы угадали да пусть с ним мы застегнули центрального до для пиздец они здесь головоломку устроили все ты пристегнулся да все ты пристегнут и все мы вот едем ты вот спереди здесь тоже кто-то все салон забить я один еду такой ебанат блять сзади еще с человеком и вот с этой хуйнёй еду посередине я его рот ебал вот да что вот для чего я на прошлом обзоре блять сказал что скорее всего для того чтобы можно было сделать блять да подожди чё ты сыща сосаться с тобой не лезут крайне неудобная хрень вот для чего я вот тоже здесь натуре ехать и вот как прошлом зоре сезону ебачу за ними ебать один асовский пиздец три полосы дверь для чего для того чтобы здесь трусы сушить может носки ну бля я просто не понимаю здесь можно запутаться и задушить самого себя ну я это конечно тоже преувеличиваю но я просто не понимаю она тебя клини вот едешь она перед тобой вот болтается бляда и она тех клини она поднимает тебе ебаный нервоз потому что все чтобы ты не делал она бля упирается тебе понимаешь как мне сосаться с его так они что будут заебывать постоянно затрачивать да вот так вот вот это опять новый ларгус это 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 новый ларгус со старыми проблемами потому что не выгодно делать так как она есть им просто выгодно делать старые машины по-новому что опять нам дали нового панель старую от даст то есть опять новой машине нам дают запчасть от старого рено деталь запчасти у нас здесь привыкли так разговаривать давайте будем говорить честно если опять же сравнивать с первым ларгусом то эргономика салона она на самом деле стала приятным первом ларгусе его такое ощущение как будто автомобиль делали именно для врага сиденья здесь стоят от чего как вы думаете просто здесь они поменяли надпись ларгус кросс а так это x-ray ские сиденья это сиденье от лада x-ray все поменяли ему расцветку пони все но берете же вы панель от другой тачки да она у вас не залазить не помещается точнее залазить но ну не садиться так бы как она должна была ну поработайте вы над ней поработайте посмотрите что они делают покажите ну вот это нормально разве вот эта проблема была есть на блядь вестах это даже не поролон это это карпет не карпет этот блядь антискрипт как разговаривать с людьми которые это все просто выгораживают объясните мне пожалуйста вот и умник вот и да именно ты ты знаешь что я обращаюсь к тебе ты человек который бля прям вот ну вот я у тебя язык без костей бля ты просто залез в а анус блядь настолько сильно ладить что ну дальше уже некуда ты скоро блядь с горловины сгланд вытащишь язык свой ну давай парируем парируй блядь объясни мне вот нахождение вот этого поролона бля между лобовым стеклом для ветровым и панелью парируй блядь ну писали тысячи миллионы сообщений что это пиздец что за ублюдская хуйня она на вести было есть до сих пор нет они делают это тоже самое они они просто повторяют свою свою же ошибку на новом автомобиле и опять он новый автомобиль бля так и надо назвать лада ларгус новый автомобиль со старыми ошибками поэтому я почему говорю нас не слышат они просто делают эти автомобили для того чтобы что заработать регулировка зеркал посмотри где бля вот просто вот и едешь да вот нащупай его ты ее нащупаешь но ты заебешься вот это мультимедиа ее поставили спасибо это что за мультимедиа вообще-то тамагочи это вы чё блядь хочется спросить если у кого-то там а есть новый ларгус у вас еще динозавр не сдох его кормить на чё за тамагочи вы сюда поставили это что за посадит просто кнопки тебе блядь плюс-минус все еще бы ебанули здесь вкал выкал спасибо вам большое за то что вы поставили нам две колонки она 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 ну как тебе сказать нам она до тормозящего ты ну вот да я тебе вот здесь его включаю посмотри сколько она думает там навигация я согласен не смотрите на этот экран во время движения автомобиля а а нахуй нужен это может стать причиной серьезной аварии делайте выбор только во время остановки ознакомьтесь с инструкциями по безопасности в руководстве пользователя в рук в рукве пользователя и здесь они еще раз пишут руководстве пользователя пользователь и здесь опять они дописывают руководстве пользователя из просто люди которые не понимают сокращенно и вот здесь они опять дописывают руководстве пользователей да если что-то случится да да братан то есть и ты дебил просто мультимедиа посмотрел до заклинил мотор на мультимедиа посмотрел ну чтобы ты не сделал ты посмотрел на мультимедиа и надгробная плита и надпись да так смотрел на мультимедиа я согласен о натуре выполните поворот только там где это разрешено изменить маршруты смотри да лекал коперник должен по звездам альтернативные маршруты достаточно такой тупой реально тамагочи и стоит она прям пиздец понимаешь то есть для кого она здесь поставлена если не не вариант на нее смотреть они сделали что код они сделали то что у них было они не стали ничего менять они просто смотри вот можешь вот взять вот в кадр кадр именно так сзади час марселе давай попросим чтобы он максимально приблизил вот код на что похоже два глаза а это это здесь ну погоди-ка ну погоди вот это зайчик поняли вы робот заяц робот заяц заяц код француз заяц код заяц код ну зайка пресс ним возьмите перенесите мультимедиа выше то есть вы же сделали это на ниве на ниве была старая панель к ней придумали какую-то шнягу ну добавили добавочную сделали бы перенесите его сюда она обзор умещать не будет уберите вот эту нишу поставьте здесь грамотно понимаешь ну чтобы мультимедиа стояла там где она должна стоять и чтобы вы не писали туда не отвлекайтесь блять на мультимедиа везде потому что человек едет ему не надо туда смотреть бля он просто на мультимедиа может один глаз там допустим кинуть там раз ну взор кинул посмотрел а там понял куда ему двигаться надо нет ему надо обязательно туда смотреть абсолютно несуразно нас это это говорит опять же о чем а то что никто ничего ни о чем не думал просто вот была панель дастера ее взяли в ебали сюда и все а там хоть трава не расти ларгуйся это в натуре ларгуйся как-то его серии интересно назвал лангуст о натуре лангуст лада лангуст бля вот вам пожалуйста ключи ну интересные ключи чё пиздеть интересные ключи уже не то что было да там ну то есть нормально уебали слава богу отсюда вот этот уебанский сигнал у на старом ларгусе здесь был сейчас можно нормально по-человечески по сигналит раньше он был вот здесь нет ну тоже мелочь но приятно то есть если реально говорить где-то совсем чуть-чуть тачка стала поинтереснее у нее стало интереснее эргономика но надо достаточно идиотское вот видите коцка вот коцка моя вот это я покоцал оба что может быть они нас не на многих машинах поездил да и может быть я сейчас могу ошибаться меня поездил на очень многих автомобилях и я никогда не встречал ни у кого из них регулировку руля да но не то что фиксацию регулировки то есть во всех нормальных автомобилях это делается вниз то есть смотрите вы скидываете рычаг вниз скинули да если у вас нет или электро регулировки колонки то вы скидываете вниз настраиваете и наверх обратно фиксируете то есть зажимаете чтобы вас колонка туда-сюда не гуляла у нас опять же наоборот блять у нас чтобы ее сука отрегулировать тебе вот это рычажок надо поднять наверх отрегулировать и только блять в одной плоскости вот все вот вот так это максимальная комплектация они никогда не додумываются чтобы в двух плоскостях регулировался и чтобы ты его зафиксировать его должен опустить наоборот вниз знаете как хочется сказать и хорошо об этой машине ну в ней столько недочетов что просто пиздец хочется сказать что да внешне машина стала ну смотреться красивее потому что опять же с чем сравнивать если сравнивать с еще раз повторю со старым ларгусом это просто пиздец что за красота все вот эти маневры они как бы до вытащили внешний вид но опять же внешний вид благодаря чему благодаря рено благодаря старым ну предыдущим моделям рено в основном тачка вообще ничем не поменялась по кузову она вот отсюда вот отсюда ровно и туда назад она осталась тем же ларгусом мне поменяли мордашку поставить туда наши святые шестнари зачем я не понимаю потому что ее реношные двигатели на самом деле ходят очень много очень много и хоть реношный двигатель он может быть где-то не ремонтопригоден как говорят да а шестнари то вот прям пизде его можно везде сделать зато шестнар не ходит столько сколько ездить для реношный мотор реношная коробка которая также воет для хрени знаю сиденье да они стали удобнее но не настолько чтобы это было шикарно да но это чувствуется опять же чувствуется в сравнении со старыми сиденьями панель просто взяли перетащили от старого дастера старый дастер сняли из производства сделали новый тоже дастер мы к нему доберемся тоже вот и то что осталось от старого дастера засунули блять в новый ларгус ребят я к вам одну я вас очень сильно прошу будьте честны со своим блять пугу будьте просто честны со своим потребителем выйдите и скажите блин ну не новое не надо называть это новым просто скажите мы сделали фейслив да мы доработали этот автомобиль мы изменили ему эргономику что-нибудь но не надо говорить что он новый не наебывайте нас потому что мы покупая это все равно видим что там нового нихуя нету за что я должен вас хвалить я бы купил этот автомобиль себе если бы он был реально новым но нового в нем нихуя поверьте мне ребят поверьте еще раз говорю я бы был лицемером если бы сказал что она не лучше чем старая да она лучше она реально лучше и тут ну не поспоришь она лучше но идея идеи нету обман чистый обман хочется акцентировать в конце видео на этом внимание мне это не сказали а то бы я в прошлом своем обзоре на него я бы об этом обязательно упомянул мне очень интересно это что за хуйня когда ты покупаешь блять автомобиль то есть ты за него оплатил денежку тебе его привезли ты приходишь за своим автомобилем и тебе говорят я тебе его не отдам я тебе его не отдам до тех пор пока ты не купишь у меня топ опции там на какую-то определенную сумму я спрашиваю вас у дилеров вы чё там а в край что ли охуели а или мне теперь надо до вас добраться налегке вообще вообще налегке я до смысле я это обнародую если надо я приду потрачу свои деньги только попробуйте мне не продать автомобиль за ту сумму которую вы его продаете а ну насуньте мне бля топ опции на 30 тысяч правильно вы мне хуй поэтому они мне не продали скорее всего машину бля понимаете это чё за хуйня если в автовазе есть для люди которые этим занимаются которые этим занимать я прошу вас обратите на это внимание потому что по россии дилеры в краях у ели это как я захожу в магазин такой наш пришел магазин вот вам 20 рублей дать пожалуйста мне буханку хлеба они 20 рублей взяли и сказали не дам я тебе хлеб вот не дам я тебе хлеб почему морковку пока не возьмешь я тебе не дам хлеб но пока морковку и лук не возьмешь вдогонку я тебе хлеб не дам с голоду сдохни гандон а это как везде на ёбка везде и в этих автомобилях в первую очередь поэтому с вами был марат бородоколиев и канал асата channel подписывайтесь на наш канал ставьте лайки ставьте дизлайки в общем комментируйте это видео я был откровенен я был честен перед вами перед самим собой самое главное перед всевышним с вами был марат бородоколиев и канал асата channel не забываем подписываться на мой инстаграм свека пока не получается потому что века у нас в блоке благодаря троллям лады бля ну как то так увидимся скоро в каком-нибудь очередном интересном обзоре всем пока